МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нужны ли нам старинные объекты зодчества на Кировских улицах? Вот тема нашего сегодняшнего Урбана. 211 номер телефона прямого эфира. И мы, придерживаясь стратегии нашей программы, знакомим вас, слушатели, вас, кировчане, с опытом других регионов, других городов и стран. Сейчас у нас на связи Наталья Ибрагимова, председатель правления Оренбургского отделения Союза архитекторов России. И исполнительный директор проектной мастерской «Архитек». Наталья, добрый день. Добрый день. Наташа, я знаю, что это не очень твоя тема, сохранение исторической постройки, но поскольку ты управляешь большими очень градостроительными проектами в Оренбурге и строительством общественных пространств, а значит, комплексным развитием территории, хотелось бы все-таки понять, есть ли место историческим зданиям в Оренбурге, вписываются ли они как-то в конву вот этого развития, современного развития города? Вообще, безусловно, вписываются. И сохранять их надо, особенно в пределах исторических центров, в пределах исторических ядер города. У нас город-крепость, и, соответственно, вся эта территория застроена максимально старинными зданиями, которые сегодня, к сожалению, ветшают и создают неудобства для собственников в каких-то мере, там, для горожан, может быть. Но, с точки зрения архитекторов, это является, наверное, больше плюсом для города, чем минусом. То есть, естественно, что их надо перепрофилировать, возможно, возможно, подвергать каким-то реставрационным работам, может быть, делать новую функцию, внедрять в эти здания, но они должны оставаться. И причем оставаться должны не только здания, которые имеют статус объекта культурного наследия, но и средовая застройка, которая позволяет этим зданиям, которые имеют статус культурного наследия, существовать в среде, характерной для XIX века, для XVIII века и так далее. Вот это мнение, насколько оно поддержано общественностью, поддержано профессиональными сообществами и властью, самое главное? Профессиональные сообщества имеют такую же точку зрения, ну, наверное, процентов 85, они ее поддержат. А общественность у нас сейчас начинает активное движение. Была создана группа «Страж», которая как раз и занимается и надзором, и возможностью приспособления вот этих зданий для каких-то других нужд. То есть они ищут коллективы, ищут организации, которые могли бы проявить интерес и въехать в здания, которые там достаточно ветхие, ветхие, но тем не менее представляют какой-то интерес. Власть, с твоей стороны, делает шаги навстречу, но насколько сейчас это действенно, вот сказать сложно. То есть я пока этого не вижу. Есть ли, Наталья, какие-то удачные примеры, вот если мы говорим о взаимодействии бизнеса, общественности и власти, по сохранению какого-то исторического объекта? Ну вот просто чтобы рассказать. Есть такое? Ну, в нашем городе я таких объектов пока не знаю. То есть, может быть, они есть, но, знаете, это достаточно большие здания, такие статусы хорошего регионального значения, может быть, на федерального даже. Я думаю, что большей проблемой на сегодняшний день являются здания, которые представляют ценность, но меньшую с точки зрения регионального или федерального значения. Как может решаться в таком случае? Дискуссия вот есть, она, общественная дискуссия есть. Как может решаться эта проблема? Потому что всегда ссылается на нехватку денежных средств. Вот как это все-таки можно решать? Нужно ли ждать некую федеральную программу, манну небесную, да, чтобы как по этим дорогам, как по БКД, по комфортной городской среде вдруг ухнули огромное количество денег на сохранение исторического наследия? Способна ли, может быть, с другой стороны, низовая вот эта инициатива перерасти в нечто большее, и активисты смогут находить такой интеллигентный, думающий бизнес, который будет вкладываться в это? Стоит ли вообще что-то ждать от власти? Честно говоря, федеральных средств, я думаю, не стоит ждать. Потому что это огромный объем должен быть, колоссальный объем этих средств. Тем более, что каждый год у нас прибавляются объекты культурного наследия. И застройка, которая представляет ценности. Вряд ли хватит средств там у государства, чтобы содержать все это в должном виде. На мой взгляд, мне кажется, это должны быть, может быть, низовая инициатива, да, и активисты, и инвесторы, которым может быть интересна историческая часть города. Тем более, если это будет развиваться туризм. Я надеюсь, что это все-таки случится когда-то, потому что наши города дают в себе очень много интересов для туристов и для развития туризма. И, на мой взгляд, частные средства, средства спонсоров и инвесторов, они бы помогли решить эту проблему. Спасибо большое за комментарий. Наталья Брагимова, председатель правления Оренбургского отделения Союза архитекторов России, исполнительный директор проектного мастерского «Архитект». Ну вот, кстати, надо сказать, что если кто-то зайдет в Фейсбук у Натальи, то вы увидите, что проекты, которые делает «Архитект» для Оренбурга и других городов, они очень современные такие, да, совершенно. Это новые объекты. Да, посмотрите, что говорит и не только объекты, но и целое пространство там, да, общественное. Но вот что говорит Наталья, говорит абсолютно то же, что говорит Антон. Нужно сохранять и здание, и средовую, да, вот застройку, а это речь идет все-таки о комплексном развитии, территории, о комплексном взгляде. Вот в этом есть очень большая проблема, что у нас говорят многие, такой дилетантский взгляд, ну вот есть дом Балычева, а чего вам еще надо? Вот нормальный дом стоит старый, да. Под присмотром, между прочим. На самом деле, вот еще под таким присмотром как бы ему не сохранится, да. На самом деле, очень любопытно, что если сегодня вы спросите, например, кого-то в администрации, а как вот вы видите развитие улицы Орловской, например, которая сейчас находится, я, честно говоря, не знаю, есть ли вообще в других городах такая улица, которая превращена в пепелище, то есть, ну там, половина домов, которые горели по пять, по шесть раз, это важные исторические дома, тот же китайский домик, половина развалилась из-за того, что они были сожжены, половина это дома, ну, вариши какие-то, половина снесена, типа, домом Башмакова. Вот как люди в администрации видят развитие этой улицы? Мне кажется, никто вам не ответит на этот вопрос, потому что, опять же, там очень много интересантов, каких-то, очень много каких-то спорных моментов, но ведь это же неправильно, по сути дела, если мы говорим про развитие комплексное, мы должны понимать, вот эта улица у нас, какую роль играет? Улица Московская, это улица какая? Парадная, правильно, парадная. Улица Спаская, это у нас прогулочная, променадная улица, да? А улица Орловская у нас какая? То есть, мы должны об этом думать. Смысл нужно вкладывать. Нужно вкладывать, да, смысл, нужно понимать, как каждое из зданий, какой играет роль, отвечает каким принципам застройки, может быть, каким смыслом и так далее. Вот это, мне кажется, правильно. А у нас думают только, такое ощущение, что про какой-то отдельный участок территории, что, ну, вот здесь разобрали, здесь вот построим такой дом, там этот снесем, тут горит, ну, пусть горит. Это, конечно, неправильно. Я еще хотел вернуться к термину ветхое, да? То есть, у нас просто, мне кажется, это пошло широкое использование этого термина из-за такого понятия, как ветхое еврейное жилье. Как правило, под ним понимают сталинские бараки, и советская вот эта застройка бараками, которая, конечно, она отвратилина сама по себе, и не должна быть. И вересники, да? И вересники там и так далее, там нет ничего ценного у них. Что касается старых зданий, именно старинных домов, 18-го, 19-го, начала 20-го века, это не такой распространенный случай, что это именно ветхое жилье, потому что те дома, про которые мы сегодня говорили, дом Левицкого, здание Сенилова, где была конскамера, приказная изба, это не жилье, это не жилой фонд вообще. То есть, это здания крепкие, они каменные, там полутора-двухэтажные, там никто не живет. То есть, это немножко другая ситуация. И я хотел бы дополнить, дополнить и мысль Паши, тоже еще в том, что ветхое жилье, которое там сталинское, никто его защищать не будет. То есть, это именно деревянные браки, и, конечно, в городе они должны быть, и они потихонечку исчезают. Но то, что касается деревянного, например, зодчества дореволюционного, да тут нам и говорить практически не о чем, потому что его нет. Там улица Ленина, вспомните, где вы видели деревянный дом, кроме дома, где жил Солодоковщий Дрин, уже и нет таких домов. То есть, у нас деревянный зодчество, там просто уже практически его нет. Но Киров не Иркутск, и не Томск, и не Вологда. Прервемся, прервемся буквально на полминуты, и в это время мы попытаемся набрать Зою Рюрикову, координатора Центра прикладной урбанистики из Нижнего Новгорода, архитектора в Нижнем Новгороде, вы помните прекрасно, огромный кусок, да, Центра, все еще деревянный, там тоже всякие разные, воткнутые коттеджики, но, тем не менее, вот я этим летом там тоже была, обойти трудно, достаточно долго ты будешь бродить по этим деревянным улочкам, и это такой жирный вроде кусок в центре Нижнего Новгорода, непонятно, что власти собираются с этим делать. Спросим нашего эксперта после небольшого перерыва. Можно ли строить город будущего, сохраняя исторические здания, в том числе и те, которые в таком ветхом состоянии сейчас находятся, нужны ли нам старинные объекты на улицах городов, мы теперь знакомимся с опытом других городов, и вот нашего непосредственно соседа, сейчас выслушаем Нижний Новгород на связи, Зоя Рюрикова, координатор Центра прикладной урбанистики, архитектор. Зоя, добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Зоя, спасибо большое, что вы оперативно вышли с нами на связь. Мы знаем, что в Нижнем Новгороде огромный кусок в центре города, он сохранен с деревянными зданиями, вот буквально этим летом я там была и была поражена, что этот центр, там, конечно, торчат разные странные здания и от коттеджей до многоэтажек, но, тем не менее, очень много старых деревянных домов. Вот этот кусок земли с этими деревянными домами является ли историческим поселением, или историческим наследием, несет ли какой-то статус, и какие вокруг этого места происходят процессы, есть ли там низовая какая-то инициатива, градозащитники, что думают власти, бизнес об этом? Отвечая на первый вопрос, эта территория пока не имеет никакого статуса, но чаяния нижегородцев, градозащитников, сделают его достопримечательным местом. Начиная с 2018 года, политика в городе изменилась с тотального сноса вот таких вот объектов исторических к их защите и сохранению. И это сделано благодаря нижегородцам, градозащитникам, которые уже много лет стоят за сохранение исторического Нижнего Новгорода. И сейчас они еще больше так вот консолидировались и объединились. Была создана общественная организация деревянные города, которые, в общем-то, мониторят состояние объектов культурного наследия, предлагают списки для установки на учет и в том числе проводят краунфайдинг на сохранение, на консервацию этих объектов, потому что в ближайшее время планируется все-таки реанимация этих территорий и приведение их в божеский вид, включение их в городскую ткань уже в новом качестве, как общественное пространство. — Зоя, а вот уточняющий вопрос, планируется их возрождение средств, на которых будут производиться работы, уже известно, откуда они пойдут? То есть это будут бюджетные какие-то деньги? — Все, и они все имеют место быть. Один из путей — это поиск инвестора, то есть каждый инвестор может взять себе дом и в соответствии с созданной концепцией использовать его в дальнейшем, при этом его реставрировать и приводить в недвижайший вид. Ну и тут путь Иркутска. Есть путь федерального финансирования, который тоже сейчас рассматривается, это уже не отдельная дама, а крупные территории, которые могут дойти к крупным действиям. То есть другой вариант, они жизнеспособны и рассматриваются в то же время. — В связи с чем, вот все-таки переломный такой год, вы сказали, 2018-го года, боролись, 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 и раз ситуация переломилась, что и явилось, да, вот все-таки вот этим тумблером, кто его переключил в конце концов? — Потому что везде существуют градосащитники, где-то более активные, где-то менее активные, но тем не менее мы же понимаем, что пока не примет решение власть, как вот в Иркутске было, когда пришел новый губернатор, и квартал целый, 130-й квартал, не решил ухнуть за три года своего пребывания, они это сделали, сейчас у них пошла дальше эта практика, ничего не случилось. У вас что произошло? Ну, здесь такая же поле новых лидеров, то есть сменился губернатор, появился новый мэр, у которых уже система ценностей немножко другая, чем была у предыдущих властей, и они, в общем-то, все эти инициативы градозащитников начали поддерживать, потому что действительно город потерял очень многое за последние 20 лет, и те остатки, которые сохранились, многие понимают их ценности, не нужно объяснить, зачем они они. Спасибо большое за комментарии. Зоя Рюрикова, Нижний Новгород, была с нами на связи, но вот посмотреться, да, Зоя говорит о том, что политическая воля новых лидеров. Это абсолютно верное суждение, на самом деле, потому что действительно в провинциальных городах, в губерниях очень многое зависит от власти, от мэра, от губернатора, ведь как они скажут, так и будет, у нас же все слушаются, у нас беспрекословное подчинение по линии руководства, как будет выстроен диалог с представителями гражданского общества. На сегодняшний момент в Кирове я, честно говоря, не могу сказать, как это все будет развиваться, потому что пока реальных дел, вот честно говоря, не видно. Предыдущее руководство области, да, оно, я считаю, что сделало очень много полезного для восстановления исторических объектов. Предыдущее руководство – это Никита Билл. Ну, конечно, здесь и дом Витберга, который был восстановлен с нуля, он сгорел и был в руинах. Причем восстановлен он был по инициативе это снизу, это Татьяна Рясик, там все остальные представители интеллигенции выступали очень долго. Это дом офицеров, который сейчас открылся, это стараниями предыдущего руководства. Я знаю, что сейчас не принято говорить про них вообще положительные какие-то суждения, но нужно дать… Да ладно, уже ничего, отошлись. То есть, нужно быть объективным. Это реально было очень много сделано. Посмотрите, реконструкция, покраска зданий и так далее. Пока ничего подобного я сегодня не вижу при нынешнем руководстве. Может быть, нужно сколько-то раскачаться, но времени уже прошло достаточно много. При всем при этом сейчас есть уникальный ресурс, ведь скоро будет юбилей города. Уже много говорится про юбилей города, какие мегапроекты, типа там объединение всех оврагов, что я считаю какой-то очень странной абстракцией. А вот конкретно, вот что будет сделано с историческим, культурным наследием, ничего не говорится, а те тенденции, которые есть, они меня не радуют. Типа там вот эта история с выселением Музея народного просвещения из особняка Прозорова. Это крайне отрицательная история. Поэтому многое зависит от воли руководителей, руководителей города в том числе. Потому что я считаю, руководители города должны быть патриотами, должны ходить по городу, смотреть, что происходит, анализировать эту ситуацию. Я не знаю, были ли руководители нашего города на улице Орловской. Но вы-то бывали там, вы видели, что там вообще творится. Но уж как минимум Елена Васильевна Ковалева, она человек из нашего города. И уж точно была на улице Орловской. Надо, если мы говорим о руководителях, вспоминать не только администрацию Ишульгина, например, но и Ковалеву тоже, нашу Думу, наших депутатов, одним из которых является, кстати, господин Крепостнов, которого называют меценатом. Ну, это-то само собой. Но все-таки решение принимает глава администрации. Но это не факт. И очень много идет от главы администрации. Но если, смотрите, если, например, глава администрации говорит, что вся советская архитектура не представляет никакой ценности, то с чего бы его подчиненным бороться за эту архитектуру и поддерживать тех городов защитников, которые предлагают более трепетно Смотрите, какая история. Но вот это вот я, кстати, тоже хотела обсудить. Мы не зря, вот я каждый раз спрашиваю, а по чьей инициативе, а кто поддерживает и так далее. Вот что касается подчиненных и там главы, я не знаю, как в правительстве дела обстоят, но поскольку вижу вот эту работу в рамках группы Киров меняется, как происходит с главами города и главой администрации и главой городской думы, к сожалению, я здесь, Антон, с вами соглашусь, к сожалению, вот когда идет обсуждение общественники и главы, и тут же все замы сидят, например, там, да, каких-то проектов, говорят общественники, говорят главы и молчат абсолютно замы. Там, вот там, нет мнения, нет инициативы, кстати говоря... Она, может быть, есть, просто ее озвучивать опасаются. Кстати говоря, кстати говоря, озвучивают свое мнение только департамент архитектуры, вот только они озвучивают мнение. А другие товарищи, у нас вот был сбор, в том числе и по культурной программе города, и там был новый глава департамента культуры Иванстрой и так далее. Там был прямой вопрос, я задавала Ивану Петровичу. Говорю, Иван Петрович, мы здесь сидим, обсуждаем в такой довольно дружественной обстановке. Вы, молодой человек, который сейчас руководит культурой в городе, как себе представляете, ну, то есть, там критика большая же была опять того, что как у нас празднуется Новый год, да как это все там, значит, у нас оборудуется, наряжается, и какие мероприятия проводятся. Илья Вячеславович предложил прямо сразу организовать уже какую-то работу по подготовке к следующему Новому году, чтобы не было таких нареканий, выяснить, что надо. Я спросила у Ивана Петровича, как он себе представляет, да, вот развитие культурное, Кирова и так далее. Он мне четко сказал, я, говорит, не буду тут словословием заниматься. Есть параметры, есть б-б-б-б-б, но очень, то есть, бюрократично он ответил. Он не смог там просто даже порассуждать, что я хотела бы вот это, я представляла бы вот это, надо бы обсудить вот это и вот это. Что значит бояться? Я ни разу не видела, чтобы в дискуссии, я не видела ни разу, что она не наказуема, а за ней должны следовать действия. Вот этого, может быть, бояться. А я ни разу не слышала, чтобы там в этой дискуссии по проектам, как минимум, общественным, ни Елена Васильевна, ни Илья Вячеславович, например, там кого-то затыкал, они наоборот ждут предложений. Другое дело, что предложений и там желание возглавить не следует. Вот проблема-то в чем? Тоже. Между прочим, вот вы спрашиваете у других городов, как инициатива снизу есть, нет, в Оренбурге не очень, я так понял, да, но в Кирове на самом деле инициатива снизу, в Кирове-то она ведь колоссальна, между прочим, несмотря на всю депрессивность нашего города и отток кадров. Например, Том Сорферс показал, что можно такие достаточно сложные проекты реализовать, ведь на голом энтузиазме, по сути дела. И это очень яркий показатель пассионарности местного населения и вопреки общему мнению, что у нас тут какое-то болото, на самом деле, есть люди-то, которые готовы вкладывать свои ресурсы, свои силы в реализацию таких проектов, которые украшают город, делают его лучше, и это очень здорово. Есть и другие какие-то инициативы. Жаль, что не все они воспринимаются положительно, и зачастую для многих чиновников они являются обузой, я так понимаю. Но хочу сказать защиту Ивана Строе, он же раньше руководил ДК «Космос», и у нас было несколько... Я-то его не обвиняю, я просто свое впечатление... Что меня, например, в этой ситуации радует. Вот была реконструкция авиационного техникума, очевидно, провальная совершенно, да? Была реконструкция такого же, ну, примерно в то же время построенного ДК «Космос», да? У ДК «Космос», между прочим, сохранили все мозаики, все полотна декоративные на фасаде и на торце здания. Может быть, они просто в лучшем состоянии были? Вот надо сказать, что... Это хороший результат, между прочим. На этой встрече 27-го числа, которая была, да, вот по итогам очередного урбанистического форума и так далее, там же активисты и горожане подарили городу... Стопку книг. Да, по урбанистике. И надо сказать, что Иван Петрович Тастрой сразу же первый взял книжку, почитать, и говорит, что никогда не читал ничего подобного, так что я не ругаю, я, наоборот, ожидаю, что будут какие-то совместные действия. Что касается вот этих там проектов, я, правда, не могу сказать, какая реакция на градозащитников и на инициаторов восстановления, потому что работаем в рамках, там, Киров меняется, модератором этой группы я являюсь, только с теми, кто приходит, поэтому я, вот, Антон, предлагала же вам войти, например, если не вы, то, может быть, ребята из Томсор и Фест войдут, вот прямо сейчас предлагаю это сделать, потому что этот кусок просто не... Вот в рамках этой группы никто не занимается, я пока другого инструмента в городе реализации общественных инициатив, кроме Киров меня, является не вижу, но раз он работает, почему бы этим инструментом не воспользоваться? А я вот не вижу, к сожалению, какие результаты есть? К сожалению, я не вижу механизмов, которые могли бы, на мой взгляд, свести инициативу общественников, механизмы управления властей, там, да, административный, так называемый, ресурс и еще что-то, потому что я вот задавала Антону этот вопрос, если есть, например, разрушающийся исторический объект, та же приказная изба, насколько реально собрать на его реставрацию деньги, объявить этот сбор. Да, вот ты абсолютно права насчет этого механизма, мы обсудим это после перерыва, согласна, потому что Якиров меняется, это не механизм, вот такой, как хочется себе представить, да, он есть уже какой-то, но это не то, что должно работать. Давайте примем звонок от слушателей, наконец-то слушатели у нас проснулись. Да, алло, добрый день. Алло, добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Антон, меня зовут, тезка, хочется сказать. пожалуйста. Я хотел бы вот задать следующий вопрос. Рационально ли вообще восстановление вот этих полуразрушенных зданий? Они все находятся практически в центре города, дорогущая земля. То есть я не говорю, что там, конечно, небоскребы какие-то стоят, но они, все исторические здания, они фактически там максимум два, два этажа, ну три. Вообще вопрос вот у меня следующий. Слушая вас, такое ощущение, что архитектура закончилась с началом 20 века. То есть сейчас разве нет никаких зданий современной архитектуры, которые бы можно было поставить, возвести вместо разрушенных старых зданий? Антон, почему мы говорим только по восстановлению? Да, мы давайте сейчас нам просто у нас надо будет идти на перерыв, но я вам сама задам вопрос. Тут не нам вопросы надо задавать, а вы скажите, вы считаете, вам лично, как горожанину, нужны эти исторические здания в городе? Это первое. А второе, вы можете привести пример здания современной постройки, которые вас радуют? Ну, если посмотреть не по России, да? Нет, Киров, Киров, только Киров. Нет, в Кирове нет. В Кирове нет. Вы сами ответили на свой вопрос. Но и тогда... Нет, почему же я ответил на свой вопрос? Потому что такие здания не строятся. Почему они не строятся? Да, 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 мы поняли вас. Почему активность граждан, в том числе Антона Касана, направлена только на восстановление старых зданий? Нет. Почему она не направлена на разработку в планах новых зданий? Мы Антона спросим об этом, а я у вас спрошу все-таки, вам вот лично, как горожанин, вы кировчанин? Да. Вам хотелось бы, чтобы на улицах города остались исторические здания, восстановленные, реставрированные и так далее? Я бы комплексы рассмотрел с точки зрения рациональности. Нет, четко скажите, вам бы хотелось или нет? Которое в достаточно хорошем состоянии. Хотелось бы, да. Спасибо, извините, придется прерваться. Если я не совсем полуразрушена, то лучше постоять в какой-то современной инфраструктурной здании. Спасибо, прервемся на рекламу. Остается у нас 13 минут работы, но и надо попросить Антона Касанова прокомментировать вопрос нашего слушателя, тоже Антона, почему вы защищаете старые здания, а не разрабатываете проекты новых. Да, Антон, во-первых, хочу сказать, что в ответ на вашу реплику, я не считаю, что архитектура кончается 1917 годом. Я про это много раз говорил, даже сегодня про это говорил, что для меня важна архитектура и советского периода времени, и 20-30-х годов периода конструктивизма, и сталинская архитектура, и то, что мы называем советским модернизмом, то есть построены здания после указа об архитектурных и жилищствах конец 50-х годов и построены до 1991 года. Если говорить про современную архитектуру в ответ на ваш вопрос, я могу сказать, что, к сожалению, это мое личное мнение, в Кирове в нулевые, в 10-е годы ничего приличного, ничего красивого, интересного, вписывающегося в среду города, особенно в историческом центре, построено не было. То есть даже вот эти вот особнячки небольшие, двух-трехэтажные. Я считаю, что в основном, в основном наша архитектура очень и очень плоха. Она дешевая, она такая очень утилитарная. Какие-то есть... Сейчас дрогнули все архитекторы кировские... Ну, это мое мнение, они его знают. То есть все подчиняется сейчас деньгам. То есть сейчас в кировской архитектуре есть одна тенденция. Это построить как можно выше и больше. Больше никаких нет. Если говорить про то, что вот как процесс этот происходит, вот посмотрите на алые паруса. Все знают, кинотеатр какой был, что было построено на его месте. Вот это главный показатель данной тенденции. Вот твой вопрос-то был, почему вы не вмешиваетесь в этот процесс? В этот процесс очень сложно мешаться. В этот процесс практически невозможно, я могу сказать, мешаться, потому что там задействованы большие деньги и так далее. Я не архитектор, я вообще ничего не могу разработать. Это ключевое. Я обычный человек, такой же, как мой тезка, который звонил. Антон Касанов краевед и историк, но не архитектор. Архитектурное сообщество может как-то повлиять, но оно в основном это не делает. То есть вот был звонок из другого города, где говорили, что 85% поддерживает процесс сохранения зданий. Я не знаю, какой процент Кира поддерживает архитектора, потому что обычно они очень пассивно либо поддерживают застройщиков. Только в прошлом году Алла Морсена-Буркова, которая возглавляет Союз архитекторов, она очень яростно, очень страстно выступала против уничтожения мозаик на авиационном техникуме, за что ей большое спасибо. Если бы она все эти годы точно так же выступала против уничтожения старых зданий, против того, чтобы изменять их облик и так далее, я думаю, что ситуация была бы намного лучше. Но мы понимаем, в какое время мы живем. То есть есть система сдержек противовесов, есть разные, Да, сейчас мы должны включить следующий комментарий. Прозвучал вопрос про дороговизну. Стоит ли тратить на это деньги? У нас есть комментарии Павла Гнилорыбова про то, сколько это стоит. Сказать, сколько это стоит, довольно трудно, потому что те объекты, которые включены в реестр, довольно жестко контролируются государством. И мы очень ждем волонтерских поправок. Они уже внесены в закон, которые позволят именно общественникам, именно добровольцам на таких объектах работать. Ну, понятно, на несложных всяких штуках, не доверять им создание лепнины, но, тем не менее, какие-то базовые вещи. Мы ждем, что Министерство культуры пропишет в этих нормативных актах наконец-то, как действовать, кого мы можем брать. Во-первых, государство мало что продает. У государства огромное количество имущества. Вот, сам не ам и другим не дам. Я бы, может быть, и купил усадьбу, например. Но, во-первых, еще нужно денежек немножко подзаработать. Во-вторых, должны быть цены понятные, регулируемые. И еще один ценный ресурс, который обычно идет в отрыве от самого здания, это, конечно, земля и состояние коммуникации. Надо смотреть. Но, по нашим оценкам, среднее приведение в порядок дома именно усадебного, такого большого типа, с флигелями в городской среде, это от 50 до 200 миллионов рублей с поправкой на регион. Регион поменьше, естественно, может на эти деньги отбахать чуть ли не весь исторический центр. Мне попадались на Авито предложения купить усадьбу недалеко от Тамбова за 2 миллиона рублей. Там, правда, ветер гулял, и в саму усадьбу надо было еще миллионов 10 вложить. Но, если мы берем исторический квартал, учитываем мощение, учитываем, что там примерно 8 владений, из которых не все ценные, не все входят в реестр, я думаю, мы получим цифру где-то в 500 миллионов рублей. Не думаю, что это такие уж большие деньги для того, чтобы вкладывать их в наше будущее и сделать один раз и хорошо. Вы учтите, что отрасль еще очень коррупционно емкая, и туда идут как раз те самые фирмы и однодневки с капиталом 10 тысяч рублей, и от этого тоже нужно реставрационную отрасль отделять. Да, хороший комментарий. Я бы хотела просто, если мы успеем, все-таки послушать еще комментарий из Иркутска от Елены Григорьевны, главного архитектора проекта 130 квартал, могут посмотреть наши слушатели в интернете, в Яндексе, вбить, понять, что такой это деревянный квартал в центре Иркутска, восстановленный около 10 лет назад. Полностью средовая застройка была восстановлена, был включен административный ресурс, пришел новый губернатор. И Елена Григорьева рассказывает о том, что последовало за этим, вот этот 130 квартал, что дальше происходило в Иркутске. Можно ли попросить звукорежиссера, там Григорьева, второй комментарий, вот мы сейчас послушаем, потом быстренько обсудим. Реализация 130 квартала заключалась не только в коммерческой привлекательности, в том, что прибрались к центральным кварталам города, но и в том, что поменялось отношение к деревянному наследию в городе. Нам удалось выбить главный аргумент у тех, кто предназначал дерево под бульдозер, вот эту вот всю историю и вентичность, своеобразие Иркутска под бульдозер и к застройке многоэтажным жильем. Теперь уже мы сами инициировали, это не была спущенная сверху, так сказать, команда регенерацию целой группы кварталов, прилегающих к центральному рынку нашему. Эта территория, в отличие от 130-го квартала, который около 6 гектаров, занимает более 60 гектаров. Это 11 кварталов, тоже в центре города, одна, там, пятая центра города, и она убивалась год за годом такой монополией торговли, причем торговли низкого уровня, китайский рынок, шанхайка, киргизский рынок и так далее. И в отличие тоже от 130-го квартала, там все собственности. Вот уже мы с 13-го года занимаемся этой территорией, одновременно проектируем, одновременно реализовываем. То есть, 130-й квартал, он как бы положил начало. Там у нас есть еще отдельные инициативы, в том числе частная такая инициатива, бывший вице-мэр, бывший во времена 130-го квартала, просто заболел деревянным наследием, и сейчас он сделал это своим бизнесом, и превращает вот эти вот трущобные усадьбы в усадьбы для обеспеченных людей в центре города, всеми преимуществами. То есть, это жилые становятся такие или офисные здания, да? Он занимается превращением в жилье, как правило, деревянные усадьбы именно в офисные здания превращаются, но вот он добавляет свою краску в эту вот палитру восстановления. Вот такой вот комментарий. То есть, есть бизнес, заинтересовавшийся какими-то историческими объектами, и этот бизнес их преобразует не обязательно даже в офисные какие-то здания, именно в жилые. Я так понимаю, что есть спрос. Ну, мы делали большой урбан, как раз посвященный этой практике, 130-му кварталу в Иркутске. Напоминаю, что приезжал в Киров руководитель института Ленги Прогор по приглашению губернатора кировского власти Игоря Васильева, после чего мы как раз с Иркутском связывались, для того, чтобы понять, как же они сумели такое реализовать. Там был трущобный абсолютно квартал, трущобы конкретные, 130-й. Деревянный. Да, и там, и что с ним сделали, это центр города теперь. И самое главное, что действительно вот сейчас подтвердили представители этого города, архитекторы, что процесс был запущен и пошел все. Он масштабирует все больше и больше. Это значит, что есть экономические, финансовые, юридические инструменты для того, чтобы воплощать подобные вещи. Но, и здесь важно подчеркнуть еще раз, вот этот опыт Иркутска показывает, что только комплексный подход, только взгляд сразу на большие куски территории с пониманием, что там должно быть, как это будет работать. Потому что квартал 130-й планировался полностью. Там построен был концертный зал, там были построены музеи, офисные здания, магазины. Они рассказывали нам о том, что рабочих мест в несколько раз образовалось больше, чем они рассчитывали. Были все расчеты произведения. Это то, о чем говорит Антон. На самом деле, это очень важная актуальный вопрос для Кирова. Во-первых, в город Вятка, сам по себе, исторический центр не так уж и велик, вот в чем дело. То есть, у нас, в отличие от Нижнего Новгорода, Иркутска, город не такой большой. Здесь можно было бы подойти намного более взвешенно, грамотно ко всему этому, к застройке. Но у нас этого не было, и я не думаю, что это будет, на самом деле, в ближайшей перспективе. Тенденций таких не видно. Я вспоминаю, вот Казанское 24, знаменитый дом, вокруг которого многие копии было сломано. Дом построили на месте красивый особняк какой-то, стилизованный под стрельну. Это было бы одно. Но у нас вот именно вот кейс Казанское 24, он очень показательный. Там рядом стоят особняки, действительно построены на месте деревяшек, но они такие более-менее хоть какую-то эстетическую составляющую имеют. Тут построили огромный дом девятиэтажный, и на слушаниях задавали вопрос, а что вы бы рассчитывали, например, на первом этаже будут магазины, а хватит ли вам парковки, а как будет трафик здесь проходить по улице. И нам сказали, нет, зачем? У нас нет таких решений. Да, это проблема. Но, кстати говоря, мы задавались вопросом изначально, для чего сохранять? Вам-то это нужно? И никто, к сожалению, и слушатель наш Антон, который позвонил, не сказал, что, ребята, конечно, это же наша история. Мы должны чувствовать эту связь, а не только танки Т-34 возвращать там, да, как сегодня было сказано. Не только эта история должна быть, а совершенно другая. Спасибо большое за участие Антона Касанову, автору проекта «Пешком по вятке» историку в нашей программе. «Урбан» будет следующей через две недели. Анна Лапшина и Светлана Занько мы завершаем эту программу. Но Светлана с вами не прощается, через 20 минут вернется в особом мнении с Дмитрием Русских. «Урбан» программа о городских проектах. «Урбан» «Урбан» Продолжение следует...